Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Я знаю только одно, что в результате вот этого кризиса мы можем реально понять, что нам нужно кормить своих людей самим. Вот и все. Единственное, мне это начинает напоминать советский анекдот. Когда нашли идеального кандидата на 25-й съезд КПСС, нужна была барышня, вызывает, говорят, пойдешь. Говорят, готова, но не соответствует двум критериям. Говорят, каким? Не замужем и нет ребенка. Говорят, ну мужа мы тебя найдем. Говорят, да, но до съезда только три месяца. Даже три мужа не помогут. То есть, вот мне бы понять, как сделать так, чтобы сейчас люди не потеряли, чтобы не было ощущения, от польских яблок отказались, а семь лет подождать? Вот в этом-то и проблема, что это не нужно, это нужно начинать сейчас, но эффект мы получим... Ну у вас же урожай хороший в этом году. Да, в этом году. Ну тут есть другая проблема. У нас нету складов для того, чтобы хранить это. Вот. У нас нет системы переработки, которая бы позволила нам весь, все наше сырье, которое... Это же сейчас можно попытаться помочь? Это можно попытаться сделать, но с такой административной, скажем так, системой вы никогда не построите... Но эту фамилию мне тоже скажет госпожа Ирова. Нет, я вам могу сказать другое, что у нас... Вот помните, когда говорили, что мы находимся на 120-м месте по свободе ведения бизнеса. Это же действительно правда. Это уже место по несвободе ведения. Если 120, это уже несвобода ведения. Несвобода. Американская ферма принимает решение на строительство фермы и строит ее за три месяца. Мы же три года, а вторая вещь – это такая интересная штука, подключение к сетям. Вы еще ничего не начали делать, а с вас берут 4 миллиона. Вы еще ничего не начали делать, а зарплату Халка уже надо платить. Поэтому... Вот это... Об этом можете забыть. Я хочу ответить Павлу. Он правильные вещи поднимает в части того, что необходимо, безусловно, эти возможности использовать. И здесь, конечно же, ключевым фактором будет то, как правительство поддержит эту возможность финансовую. Потому что мы и так развиваемся, мы развиваемся не так динамично, как могли бы развиваться. Мы сейчас вступили в ВТО, у правительства, у того же самого, есть ограничивающие возможности по поддержке и защите внутреннего потребителя. И вот эти санкции как раз позволяют эти ограничения сегодня нам обойти, притом законным образом. И помимо того, что мы получаем возможность конкурентности наших производителей в целом, нам необходимо ускорить темп этого развития. Для того, чтобы за короткий период времени выполнить ту программу, которая у нас была намечена в 2020 год. Никайло, сказать как? Например, долбануть по сетям, чтобы не брали входной... Это повышение, безусловно, административное. То есть, долбануть, например, так, неслабо по перекупщикам, которые давным-давно задушили всех фермеров. Только на вас законом. Законом, законом. Нет, нет, законом. То есть, делать так, чтобы попадало напрямую на прилавки, минуя всех хитрых посредников, которые очень непонятно где принадлежат, и накручивают. Ну, здесь есть два пути, да. Это монетарный, немонетарный. Вы правильно говорите про немонетарные резервы, огромные у нас, безусловно, и в части торговых сетей, и все остальные. Но есть еще и монетарные вопросы, без которых тоже вопрос нельзя решать. Деньги нужны? Да, безусловно. Потому что молочная отрасль – это большие инвестиции, это на 3,5 рубля инвестиции, рубль выручки. Но у нас есть и положительные примеры. Птица, свинина, интенсивно развивающаяся по зерну. Мы вот третьи в мире по экспорту уже какой год подряд. Поэтому тот положительный… По свинине страшно заезжать в Белгород, а чайник, что хрюкает от каждого угла, да? То есть, там свиноферма повсюду. Но это зато позволяет нам обеспечить потребителей качественной и здоровой пищи. Потому что требования, в частности, по качеству в России, они выше, чем в той же Европе. Вы когда последний раз в магазины заходили в наши? Вчера. Тогда вы заметили, что, может быть, вы думаете, что она качественная и здоровая, но когда вы покупаете во многих магазинах, то вспоминается движение «Хрюш и против», где постоянно то просрочка, то что-то уже лежало так долго, что о качестве можно забыть. Может быть, фермер и отдает качественные и хорошие, а то, что доходит до нас, это возникает ощущение, что нас путают с кем-то другой инстанции. Ну, это вопрос контроля сети. Вы знаете, я полагаю, что отвечая на вопрос «правильные или неправильные ответные меры», ответ может быть только однозначно положительным, абсолютно правильный. Заметьте, с 13 марта, вот за этот период, 30 раз, 30 раз США, Европа, Канада, Австралия предлагали те или иные санкции. Мы долго терпели. Но я хочу сказать, что ответные меры абсолютно сбалансированы. И президентам сегодня предложены… Тоненькие такие. Очень, я бы сказала, тонкой настройки меры, потому что фактически мы сегодня, дав ответ миру, показали, что санкции, которые предъявлены к России, и они будут невыгодны вам самим, потому что сегодня Европа, несомненно, много потеряет. Потеряет бизнес, потеряет граждане, потому что это скажется на их развитии. Но мы должны понимать, что у нас был период, когда страна была гораздо слабее. 2000 год. Нам предлагали столько помощи. Нас готовы были хвалить и носить на руках условно в обмен на суверенитет. Как вы помните, Путин отказался и сделал опорой собственные силы и традиции нашего народа. Мы тогда не стояли с протянутой рукой. Поэтому сегодня Россия не позволит, чтобы по отношению к нам действовали так хинично, нагло и безответственно. Потом, коллеги... Кстати, интересно, таблицу опубликовали долга государственного. Только вот мы по государственному долгу выглядим более чем прилично по доле ВВП. Чего нельзя сказать о так называемых развитых и политических странах. Вы знаете, я думаю, что многие политики, аналитики, американские, европейские, наверное, до сих пор не понимают, как Путину удалось вытащить страну. Потому что они и сегодня не понимают, что с помощью санкций нас нельзя заставить отказываться от уважения к себе. И от заботы за свою страну, понимаете? У нас реакция как в бане, когда шайчику подбрасывай так. А ну давай еще, а ну давай, веник занесли, давай. То есть у нас как народ к санкциям, как к игре относится. А? Парни берет. Я думаю, что сегодня совершенно точно у всех граждан России абсолютно восстановлено национальное самосознание и вера в свою страну. Ну не волнуйтесь, не у всех. У нас теперь появилось целое общество страдающих по пармезану, по ракфорту, по ракфорту. Но если говорить о тех мерах, которые сегодня мы должны предпринять как государство, защищая нашего потребителя и поддерживая нашего производителя, конечно, это вопрос, который стоит в повестке не сегодня. Он стоял и раньше. И я должна напомнить историю вопроса... Это было страшные скандалы, сети заказывали много публикаций, говорили о том, что ни в коей мере не нужно регулировать рынок. У меня была тогда дуэль между господином Галицким и господином Лисовским. Да, это были бои. Это были бои. Но жизнь показала, что, собственно говоря, эти меры были правильными. И вот то, о чем говорил Павел... Потому что победил на самом деле Галицкий. То, о чем говорил Павел... Экономически задушил. Я думаю, сейчас аудитория не пойдет, потому что вы ушли в воспоминания. Но воспоминания правильные, потому что тогда сети нас убеждали в том, что рынок все отрегулирует, что не нужно никакие преференции производителю, не нужно ограничение сроковой оплаты, не нужно запрета бонусов, не нужно запрета премии с оборота. Мы буквально два месяца назад, как говорят у нас в народе, в воду смотрели, мы подготовили поправки в закон о госрегулировании торговой деятельности, где, собственно говоря, подтвердили свою первоначальную позицию. Тогда правительство, к сожалению, не согласилось в полной мере с нами, и некоторые вещи не нашли отражения в законе. Мы предлагаем сегодня те сроки оплаты, я просто вам напомню, 45-30 дней в зависимости от срока реализации продукции. То есть фактически сегодня наш сельхозпроизводитель беспроцентно кредитует торговые сети. Потому что мы же в магазин приходим, мы сразу расплачиваемся за товар, мы же не говорим, извините, деньги мы вам занесем через месяц или через 45 дней. Вот по отношению к нашему сельхозпроизводителю, у которого они сразу забирают в собственность товар и становятся собственниками этого, расчет через 45 дней. Поэтому, когда мы говорим о государственной поддержке нашего производителя, о том, чтобы государство давало дополнительные кредиты, конечно, государство и дает кредиты, и больше должно давать. Но фактически сегодня не должна существовать вот эта лазейка, когда эти кредиты уходят фактически торговым сетям. Поэтому мы предлагаем законодательные решения. Я полагаю, что первым проектом в осеннюю сессию мы будем предлагать рассматривать закон о государственном регулировании торговой деятельности, чтобы дать дополнительные преференции нашему производителю. Понимаете, еда будет? Конечно. Хорошо. Да, Владимир Сергеевич. Я хочу, кстати, поддержать Ирину Анатольевну. Вот очень символично. Посмотрите, действительно, очень кризис 98-го года, он упустошил российские полки. И как раз вот тогда сработало окно возможностей, когда российские товаропроизводители, прежде всего сельхозпроизводители, начали подниматься. У нас появились первые крупные вертикально интегрированные компании, которые производили, перерабатывали и поставляли свою продукцию в розничные сети. И очень символично, что вот 9 августа 99-го года, ровно 15 лет назад, Владимир Путин был назначен исполняющим обязанности председателя правительства Российской Федерации. Вот 15 лет, 15 лет возрождения России. Президент все время говорил нашим западным партнерам, коллеги, считайтесь с интересами России. И вот меры, которые, санкции, которые приняла Россия, это мера вынужденная, но необходимая именно сегодня. Что касается объемов, ну в целом у нас объем импорта продовольствия порядка 43-45 миллиардов долларов в год. На сегодняшний день санкции касаются около 8 миллиардов долларов. И напомню, что санкции пока правительству введены на один год. То есть это временная мера, которая четко говорит, коллеги, вот наши интересы, пожалуйста, уважайте наши политические, прежде всего, интересы и уважайте экономические интересы нашей страны. Никаких, конечно, пустых полок в данной ситуации не будет. Произойдет, конечно, замещение. Возможно, кстати, и на кратком периоде времени, возможен рост цен по отдельным продукциям. Но здесь уже это вопрос работы... Но скорее по элитным группам товаров. Да, но это уже вопрос работы нас, как чиновников, потому что закон нам дает такую возможность. Да, у губернаторов такие полномочия. Да, у нас есть такие возможности. В том случае, если ритейлеры существенно повышают цены, то, соответственно, ФАС может накладывать в том числе кратные штрафы по выручке. То, соответственно, ФАС дает команду ФАС. По указанию губернатора, скажем так. Там в течение трех месяцев, прошу прощения, рост цены на 30%. Вот то, о чем говорит Владимир. Конечно, любое. Вот, поэтому здесь бояться, здесь ничего не нужно. Что касается неприбыльности нашего сельского хозяйства. Скажу так, Владимир, у кого руки растут из правильного места, все хозяйства нормальные и прибыльные, и неперекредитованные. И более того, доходность сегодня, что по растениеводству, что по молоку, что по мясу свинины, доходность высокая. Вот сегодня мясо свинины, там, живого веса стоит 120 килограмм. Ну, в полутушках, там, 160-180, в зависимости от производителя и так далее. Мы практически по свинине обеспечиваем себя, ну, где-то на 80%. Ну, 20% мы всегда можем докупить, но мы можем и начать производить дополнительную свинину. Ничего не мешает. Вот элементарный пример Тульской области. За 12 лет с нуля Тульская область производит почти 30 тысяч тонн индюшатины. И вся она продается. При этом предприятие прибыльное расширяется. То есть, я правильно понимаю, что вы американца выбили с российского рынка? Ну, вместе с Ростовской областью. Еще не до конца. Не до конца. Не до конца. Что-то у вас протест. Внутренний протест. Знаете, как, уважаемый губернатор во многом, наверное, прав. Но он должен знать, что задолженность сельского хозяйства России перед банками больше, чем годовой валовый продукт. Мы так поработали, что в результате все в долгах. И эффективные, и неэффективные. Мы, к сожалению, а об этом надо говорить, не имеем собственных технологий. Мы сеем семенами импортными. Ядохимикаты у нас импортные. Трактора, извините, Джон Дире Дойтс. Это правда. И мы на самом деле должны не просто... Только удобрения наши. На три года санкции. Да и то не все. Потому что комплексные удобрения типа Кэмера они не производят. Я вам могу сказать, что... Но колено это наше. Надо сейчас просто сесть к правительству и задуматься над тем, чтобы ни на один год, ни на два мы должны действительно иметь продовольственную безопасность. А это делается тоже не за год, а не за два. Это делается на протяжении... Нужно поменять государственную политику. Вот, например, уважаемый губернатор понимает, что надо финансировать сельское хозяйство. Но принцип софинансирования такой. Если губернатор денег не даст, то Федерация денег тоже не дает. В результате что получается? Что если у губернатора денег нет, он дефицитный бюджет имеет, то в результате денег не получает крестьянин. У нас профицитный бюджет всего пять регионов имеет. Все остались... Сейчас, секундочку. Не надо бояться долга. Долг должен быть нормальный и управляемый. Важно, сколько вы тратите денег на обслуживание долга. И вот мы, все программы, которые Федерация нам предлагает, поделение сельского хозяйства, мы участвуем в софинансировании. Софинансирование у нас 50 на 50. Я говорю не о вас. Сейчас. И мы готовы софинансировать и больше. Просто вы немножко, как сказать, вы крупный производитель, поэтому вы привыкли к крупным доходам и крупным расходам. Давайте мы все-таки немножко вернемся вот в глубинку. Вот Тульская область это вроде недалеко, но на самом деле по многим позициям это глубинка. Глубинка это... Ну, это недалеко 200 километров, но поверьте мне, по вопросам, может быть, внедренным технологиям, нам есть над чем поработать. Футбольная команда в премьер-лиге уже. Футбольная команда, да. Но бюджет футбольной команды дешевле, чем один Халк. Поэтому, что касается... Ну, стоит что трактору. Мне кажется, что во время каждой моей передачи Халка дико мучает и Коза. Каждый воскресный вечер его подкидывает. Он не понимает, что происходит. Все-таки, что касается долга и субсидий. Когда мы с вами имеем по гектарную субсидию 400 рублей, а в Европе 300 евро, то вы прекрасно понимаете, что конкурентоспособность нашего сельхозника, европейского, она отличается в разных... Нет, с учетом того, что у нас оба коллеги правы. Потому что, когда говорит Павел о том, что должна меняться системная государственная политика на уровне правительственных федеральных решений, это факт. Потому что сегодня у России уникальный шанс дать прямые преференции сельскому хозяйству. И второе, то, что сказал Владимир про губернаторов. Роль губернатора чрезвычайно высока для развития регионального продовольственного рынка. Вот Владимир Сергеевич, Светлана Юрьевна Орлова, они своевременно сделали ставку на регионального производителя. В регионах действительно есть люди, которые готовы заниматься не купи-продай только, а заниматься реальным производством. Поэтому на сегодняшний день, вот Вадим, кстати говоря, один из тех участников процесса, когда пять лет назад мы впервые начали говорить о том, что нужно поддерживать нашего отечественного производителя. Ну, Владимир, давайте мы вас поддержим. Я считаю, что, конечно, это мощный импульс, который дал нам президент и правительство своим решением. Я считаю, что, конечно, у нас должно быть национальное какое-то такое и самосознание, и достоинство, и отвечать надо. То есть вы цены не поднимете? Нет. Вот Владимир вспомнил свинину и рост цен на нее. Я считаю, что здесь сети немножко незаслуженно упрекать, потому что они никак на это не влияли, например, вот на этот рост цен. Он произошел из-за того, что временно правительство, как бы озвучив санкции, которые вот-вот-вот будут, дало возможность каким-то, ну, назовем их так, спекулянтам, сразу задрать цены. И поэтому пять месяцев фактически цены поднялись там на 50-60% на свинину, которую мы, а решение правительство еще не успело принять. Вот только сейчас приняли решение, и цена она еще даже не отыграла, потому что контракты не стали работать. Но моя мысль не об этом, моя мысль о том, что, в принципе-то, большой импульс для всех для нас. И правильно сказал Владимир, и правильно говорит Ирина, что самое важное, что надо для бизнеса, это определенность. Вот период неопределенности, он как бы не дает возможность вкладываться надолго. Вот у меня есть большое хозяйство в Красноярском крае, большое хозяйство в Краснодарском крае. С Владимиром мы только что обсуждали возможность строительства, мы обсуждаем уже годно, да, практически вот возможность строительства... Если будет прибыль, мы в доле. Владимир, я вас с удовольствием буду видеть, да, партнером. Возможность строительства фермы там. Ну, что мы не можем делать, мартаделлу какую-то, никто из нас не пострадает там из-за отсутствия какого-то пармезана. Для меня это не вопрос вообще наличия пармезана, для меня это вопрос того, что у нас многие люди могут заниматься своим делом, заниматься фермами, заниматься ягодами, заниматься кроликами, чем угодно. И для правительства, и для чиновников, как правильно сказали коллеги. Извините, а не получив пинка под зад, нельзя этим было заниматься? Ну, понимаете, ну, получается, нет. А если, давайте скажем правду, нельзя было заниматься совсем по-другому. Потому что в России землей сумасшедший дом, вот просто, земля как субъектная деятельность, сумасшедший дом. Потому что подключение сумасшедший дом, потому что вода сумасшедший дом, потому что произвел, ты не знаешь, куда это деть, потому что получить кредит, это сумасшедший дом, Потому что найти технику – это сумасшедший дом, потому что все иррационально, потому что давление административное и сумасшедшее. Нет, Владимир, если брать отправную точку, о которой мы сегодня говорили, то, конечно, понимать, поэтому говорить о том, что не происходит изменения, Владимир Володимирович, я хочу добавить сказать, что Владимир Володя вспомнил 1998 год, я вспомню события 2008 года, кризиса 2008 года. В принципе, правительство действовало очень эффективно, но потом это пошло немножко на спад. И не дожали, не довели до конца. И не посадили, заворовавшись по агролизингу. Это тоже важно. Я здесь за другие меры выступаю. Посадки – это дело других. Я считаю, что дать людям возможность долгосрочно работать, дать людям инструменты… Необходимо. Дать людям гарантии доходности их бизнеса. Совершенно верно. Потому что это невозможно, когда работаешь в убыток сегодня. Пожалуйста. Наша организация малого и среднего предпринимательства «Опоря Россия» состоит из большого количества людей, которые занимаются реальным делом. Выращивают то, что мы едим, перерабатывают то, что мы едим. Последние 10 лет ситуация, конечно, улучшилась в целом по отношению к малому и среднему предпринимательству в нашей стране. Но все-таки мы шли вот с самого низа и потихонечку-потихонечку только наш голос начинает звучать. В последнее время улучшилось, но не в последний год. В последний год резко ухудшилось. Извините. Есть и такое дело. То, что касается ситуации, которая происходит, как правильно сказал Владимир Сергеевич, надо понимать, что это мера вынужденная. И, как сказала Ирина, уважаемый депутат Госдумы, это мера ответная. Нам нужно понимать, что мы не ставим такой цели кому-то что-то силой сказать и показать, что мы хотим действовать агрессивно и неправильно. Более того, почему я сказал, что мы с мала до велика двигаясь, привыкли к тому, чтобы соблюдать компромисс во всех тех действиях и решениях, которые мы транстируем или принимаем. Мы поддерживаем диалог и с другими представителями, теми странами, которые не вводили в отношение нас санкции. То есть, если стоит вопрос о том, будут ли какие-то, исчезнут ли какие-либо продукты, нам есть чем их заменить, раз. Во-вторых, у нас есть люди, которые готовы формулировать те конкретные шаги и меры, которые однозначно позволят улучшить ситуацию в российском агропромышленном секторе. Цены вырастут или нет? Цены на что-то уже растут по свинине. Действительно, есть такой рост цен, но он растет после того, когда была большая просадка. Рост по ценам может и не быть. Допустим, Турция даст нам очень хорошие цены на фрукты и на овощи при необходимости. То, что не растет у нас. Может и не быть. Подождите, только что про лосось говорили. Вы же понимаете, как только закрыли, сразу вдвое поднялась цена. Вопрос в другом. У вас что-то там хорошо? Я честно слушаю вас и думаю. Мы тут в Госдуме сидели на заседании комитета и слушали ярославского фермера, который говорил, я просто не понимаю, почему в 200 километрах от меня электростанция обрабатывает электричество по 70 копеек, мне продает его по 6,50, а рядом садовое товарищество по 2,20 получает электричество. И ты платишь им вперед практически. Потому что он хулак. Потому что психология государства осталась такой. Что стало лучше, я хочу понять просто. Потому что у меня проверок в неделю, как правило, одна, а за 2 месяца 8 получилось. И вы мне говорите, что давление на бизнес уменьшилось. Лучше стало то, что мы появились как класс 10 лет назад, малый и средний бизнес вообще практически. Здесь коллега пытается быть политкорректным, я на самом деле считаю, что здесь надо вечно играть своими именами. И сказать, что на самом деле, действительно, это прекрасная возможность для того, чтобы государство пересмотреть свое отношение к собственному бизнесу. И если государство, у меня к вам вопрос, вот эти меры, которые приняты, ответные, они, я специально поднял документы, смотрел, оказывается, что и в рамках ВТО это можно, когда защита национальных интересов. Тем более, что если так логику посмотреть, враги нанесли удар по нашему агросектору, де-факто ударив по двум банкам, которые в основном кредитовали сельское хозяйство, тем самым создав проблемы. Поэтому мы наносим разумный, адекватный ответ. Потому что, если я правильно понимаю, мы бьем по очень болезненным местам в Евросоюзе. Мы бьем по тем структурам, у которых есть свои мощные лоббисты. Конечно. Которых всегда поддерживает государство, и которые потом могут оказать давление на свои политические структуры. При этом четко выделяем, да, швейцарцев мы не трогаем. Мы не трогаем пока вино Италии и Франции. Японию мы не трогаем. Мы не трогаем Японию. И латвийские шпроты. Мы не трогаем латвийские шпроты. И очень прошу не трогать их дальше. Но, например, поляки очень сильно возмущались, против нас давили, литовцы себя страны вели. Тут же были приняты болезненные для них очень меры. Но при этом, что важно, да, вот я себя понимаю, здесь же даже вопрос не в общей сумме. А в точечном влиянии. Это как, чтобы проколоть одеяло. То есть можно кулаком бить долго, а можно иголочкой. Конечно. Потому что, с одной стороны, когда мы говорим о потерях для производительности хозяйственной продукции в различных странах Европейского Союза, они, если брать статистику, они там не очень много составляют. Например, в моей Латвии 5% только всего экспорта Латвии в Россию затронута санкциями. Если брать еще и транзит и ту же самую, слава богу, консервы, их пока не затронула перечень, их не включает пока. И это очень хорошо, потому что у нас целые отрасли, наверное, те же самые шпроты на это нацелены. В принципе, если взять весь Евросоюз, то 10% экспорта продовольствия идет в Россию. Всего экспорта продовольствия всего Европейского Союза. Это много, но, в общем-то... Не смертельно. Не смертельно, да. Но это ведь секторальные санкции. То есть сразу затронуты производители сельхозпродукции. Я была в середине недели в Испании на одной конференции. Там уже готовятся протесты ассоциаций производителей сельскохозяйственной продукции. В Латвии наша премьера вернулась из отпуска, прервала отпуск. Правительство начинает заседать, думает, что делать. Поскольку это опять... Ведь тут цепочка получается. Сначала производители сельхозпродукции. Дальше транзит. Возили эти товары, перевозились. Значит, затронута вся сфера транзита. Нет, автотранспорт, в основном фуры, все это. Чем перевозились эти товары? Вся эта логистика затронута. Дальше это только те, кого это конкретно. А посредственно кого это затрагивает? Совершенно очевидно, что упадут цены. Вот вы говорите, в России вырастут. Здесь упадут цены на сезонные сроки продовольствия. Вроде бы хорошо потребителю, хорошо городскому населению, хорошо. Но налог с оборота, чего недосчитается бюджет. Естественно, цены падают, уменьшается налог с оборота, бюджет получает очень большие дыры в бюджете. Кстати говоря, я такие двойственные чувства. Вы знаете, да, вот я вас всех, россиян, я единственная здесь сейчас из участников зарубежный русский человек, у меня двойственные чувства. С одной стороны, я полностью симпатизирую, конечно, вот этому намерению обеспечить себя продовольствием. Причем это стратегическая вещь. Японцы при дефиците земли, при всех проблемах, но они себя стратегически, это государственная задача, они обеспечивают себя продовольствием. На любой случай. Я любил ходить в Вазбук вкуса, смотреть на вот эти кубические японские арбузы по цене в 2800 рублей. И думал, как плохо живет наш народ, который к себе покупает. Ну, а России просто стыдно этого не делать, но вы должны сейчас просто целенаправленно над этим работать, чтобы обеспечить себя стратегическим запасом продовольствия. Это должна быть государственная программа. У нас другая проблема. У нас правительство сейчас обещает тем фирмам, тем сельхозпроизводителям налоговые каникулы. На год налоговые каникулы тем, кто сейчас получает потерю, поскольку они к тому же и проблемы с банками. Вот это тоже еще опосредованное. Большинство этих сельхозпроизводителей имеют кредиты. Что будет с банками? И тут затрагивается банковский сектор. Это вообще очень чувствительно, потому что там будет очень много всего. Уже начинаются игры. Вы уже сказали про Швейцарию. Сорос это дело просто так не оставит. Он будет играть на понижение. Он уже, я думаю, там разрабатывает свои схемы. То есть очень сильно эти санкции затрагивают банковский сектор. То есть кажется, мы вытащили правильную костяшку домино. Вы знаете, мне кажется, вот сейчас вы подошли к геополитическому очень важному аспекту, который пока что не прозвучал, а очень важно его обозначить. Давайте его обозначим сразу после рекламы и прямо с него и начнем. Реклама. Итак, мы продолжаем обсуждать ответные меры, вынужденные российского правительства, которые нанесли достаточно болезненный удар по европейской, австралийской, норвежской, американской экономикам. И при этом надо отметить, что страшно счастливы Аргентина, Чили, Бразилия, Китай, Турция, страны Северной Африки, Белоруссии, Азербайджан. Но мне очень важно, что были еще счастливы наши производители. А еще важнее, что были счастливы наши люди, что цены не подскажут. Но об этом чуть позже. Я обещал до этого услышать. Да, безусловно, вопрос, который мы обсуждаем, ответные меры и сами санкции – это вопросы комплексной безопасности. Мы должны понимать, что это не просто какие-то абстрактные решения, связанные с одним сектором экономики. В отношении Российской Федерации были предприняты, на самом деле, очень жесткие санкции. Если посмотреть те решения, которые связаны с запретом финансирования проектов развития, и это напрямую касается не только Крыма и Севастополя, а и других важнейших проектов, это все проекты по энергетике, по шельфу, по Арктике. То есть были совершенно осмыслены, предприняты меры в США и Европе, направленные на то, чтобы нанести удар и по экономике, и по безопасности России. Поэтому Россия сегодня, давая ответ, конечно, продумывала те меры, которые будут предложены. Почему? Потому что наша задача состояла еще и в том, чтобы достучаться до простого европейца. Эти меры затронут малый и средний бизнес в Европе, не крупных, которые, может быть, с правительством о чем-то договорился. Фактически сегодня мы должны понимать, что санкции против России – это желание понудить Россию отказаться от защиты Украины от мирных жителей Донбасса. Поэтому мы должны понимать, что Россия – это последний рубеж общемировой, который способен говорить миру правду об убийстве, которое происходит на Украине. Поэтому наши меры – это в том числе и желание пробить блокаду информационную, чтобы мир узнал, а за что пытались наказать Россию. За то, что мы сегодня защищаем женщин, детей и стариков, которые погибают на Украине. Мы должны видеть эту проблему более комплексно. Это вопрос не только в том, будет ли на полке хамон или пармезан. Наша задача сегодня, решая проблемы собственного развития и стабильности, понимать, что наша роль в мире с точки зрения обеспечения глобальной безопасности чрезвычайно высока. И наш президент, я без преувеличения могу сказать, и внешняя политика России сегодня является тем самым удерживающим балансом, который не дает миру скатиться в пропасть войны и агрессии. Это действительно так. Я просто хотел в такой момент обратить внимание. Вот часто распространяют такую ложь. Они бьют по нашим олигархам, а мы типа лишаем возможности народ пармезан есть. На самом деле они ведь не по олигархам били. Секторальные санкции, которые они приняли, особенно в частности против банков, это был прямой удар по российскому фермеру. Ставки выросли на 2 на 3 только из-за того, что они как бы доманули на финансовый сектор российский. И еще есть момент. Вот я просто очень хочу, чтобы мы все понимали. Мы вступили в эпоху де-факто торговых войн. И здесь надо понимать, что если государство не примет чрезвычайных мер, ну хорошо продовольствие. Да, предположим, что это можем. Но посмотрите, что у нас происходит с обеспечениями лекарствами. Что у нас происходит с технологиями, в том числе производства, вы говорили, необходимые техники для сельского хозяйства. Мы настолько привыкли во времена Ельцина считать, что Запад наш абсолютный партнер, друг и брат. И что мы все, что надо, купим, и никто не посмеет препятствовать бизнесу. Мы настолько поверили в эту сказку о том, что бизнес всегда свободен, на него не давит политика. А нам сейчас показали, нет. Поэтому если сейчас наше государство не перестроится, не поймет, что время воровства закончилось, время неэффективных решений закончилось, время, когда можно было не слышать производителей, закончилось. Что если мы сейчас не будем развивать наше, делать это мирового уровня, не надо будет даже пытаться говорить, а не зависеть. Абсолютно правильно. Время всего. И я хочу сказать, что, конечно, уже изменилась тональность. Вот я захватила три газеты за пятницу латышские. Очень все грустные. Прощаемся, по крайней мере, на год. Вот витрина колбаски, кнакеры колбаски Латвии. Латвии весовые, один килограмм 433. А у нас дымовская колбаса, мы ее вам в Латвии не дадим попробовать. И наш министр иностранных дел, который так гордо запретил въезд в Латвию на волну Кобзона, Валерия и Газманова. Все такие глупые решения. Да, он уже оправдывается, что не надо все так воспринимать. А то есть он готов разрешить им въезд, лишь бы... И вообще-то главное, конечно, это Украина. Главное, это Украина. И вот к нам в Латвию может быть... Можно я покритикую санкции? Я хотела поддержать Ирину в том смысле, что действительно главная Украина. И представляя европейских русских, я хочу сказать, что вот наши люди в разных странах Европейского Союза, я возглавляю организацию Европейский Русский Альянс из практически всех стран. У меня есть люди. Все проснулись. Сейчас сами организуют распространение информации, пикеты в разных странах. Приходят ко мне. У меня забит ящик почты предложением о проведении каких-то совместных. Люди поняли, что сейчас стоит на кону и что совершается ныне, как было в стихах Анны Ахматовой. И действительно, главная это борьба с фашизмом. Это для нас, для европейцев сейчас... Вот здесь стоит этот рубеж. Быть или не быть реваншу. Потому что это четкая попытка реванша за потерю, за поражение во Второй мировой. Но Россия может предоставить только в том случае, если она экономически сильная. Экономически сильная – это независимая. Вот мой базовый посыл такой. Не они могут позволить себе санкции против нас. А мы должны быть настолько экономически сильными, что все боялись, если мы ведем санкции против нас. Мы запрещаем ввоз, например, молока, но почему-то не запрещаем ввоз пальмового масла, из которого очень много молочных продуктов почему-то появляется. У нас в России появились заводы, которые не покупают молоко, но производят молочную продукцию. Мы не запрещаем ввоз жиров. Огромное количество жиров мы собираем со всего мира. Причем непонятно, но своих растительных жиров достаточно. А животные – это, в общем-то, вред здоровью. И вот тут надо разобраться с аккуратностями санкций. Потому что президент же не просто говорил, санкции должны быть аккуратными. Нужно одновременно добиться двух вещей. Не увеличить цены в магазинах, но одновременно помочь своему сельскому хозяйству. Санкции – это инструмент. Конечно. Вот как правильно правительство этим инструментом распорядится. Для цели надо слышать вас. Я думаю, что здесь еще очень важен и парламентский контроль. Потому что вот то, о чем говорит Павел, про пальмовое масло, вообще вопросы качества продовольствия – это те темы, которые мы поднимали и на Комитете по безопасности. И на платформе. Совершенно вы правы. В части того, что пальмовое масло – это вообще вопрос к рассмотрению, а может ли использоваться оно в качестве ингредиента с точки зрения обеспечения здорового питания. Поэтому я полагаю, что сегодня есть задача не только у правительства. Пальмового масла, у меня звучит несколько дикто. Да, 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 да. Я вообще не понимаю. Володя, я думаю, что если вы мелким шрифтом прочитаете на оберке кондитерских изделий, на мороженом. А я думаю, потребителю это очень важно, потому что сегодня это продукты детского, в том числе питания. И, конечно, это те жиры, которые вообще нерастворимы в организме и приводят к образованию канцерогенов. То есть мы так глубоко уже изучили эту тему. Поэтому полагаю, что у парламента сегодня есть прямая задача с точки зрения обеспечения взаимодействия с правительством, по, может быть, разработке дополнительных решений. Потому что совершенно очевидно, что президент задал вектор. Вы правы, этот вектор в пользу того, что правительство должно предпринять комплексные меры по укреплению экономики. По нашей самодостаточности, с точки зрения продовольственной безопасности в том числе. Поэтому мы, несомненно, будем взаимодействовать и с Минпромторгом, хотя с ними сложно, честно говорю, вот в прямом эфире взаимодействовать. Потому что позиция в большей степени имеет крен в сторону торговли. Не хочу обижать нашу торговлю, пусть они развиваются и они нужны. Но без производства в России никакая торговля в Российской Федерации не будет. Потому что если не будет нашего производителя, не будет России. Пока российский чиновник воспринимает российского предпринимателя как вора и делает все возможное, чтобы его ограничить, поймать и наказать, ничего в стране не будет. Конечно. Надо менять отношение к предпринимателю. Надо давать максимальную свободу. Ведь Путин же об этом говорил, что никакого закручивания гаек. Наоборот. Вот если мы сейчас не создадим условия идеальной предпринимательской свободы, у нас не будет взрыва, о котором все мечтают. Нет, Володя, при этом говоря о свободе, ведь Путин о чем скажет, и Вадим вам скажет. Добросовестная конкуренция, Вадим, она же предполагает, чтобы на полке в магазине появлялись товары под одним названием, если это молоко, или это местная группа, что это молоко на самом деле. Потому что мы сегодня столкнулись с тем, что количество контрафакта, некачественной продукции очень высоко. Почему? Потому что добросовестный производитель не может попасть на полку, а тот, кто гонит в тазиках, понимаете, салаты, извините, в подвале, он там появляется. Я очень упрощенно говорю, но очень упрощенно. Низкая цена является критерием правильной критерины. Поэтому, говоря о деятельности парламента, я считаю, что наша прямая задача по всем этим вопросам вместе с нашими производителями довести до логически правильного решения, вот поставленной президентом задачи. Владимир Сергеевич Грузиев, пройдя сложный путь, ну, кстати, в чем-то в этом плане у вас есть общее, от военного училища воевал, награжден, принимал участие. Оба суворовцы, да? Да, в действиях, оба суворовцы. Потом Владимир Сергеевич долго занимался, как вы помните, предпринимательской активностью. Но вот когда стал губернатором, для меня важно, потому что многие знают, что мы дружим, я не получил ни одного звонка, чтобы мне сказали, что Грузиев с кого-то вытянул копейку, кому-то не дал работать, кого-то удушил, поставил особые условия. Точно так же, когда я приезжаю в Калугу, я беседую с губернатором, говорят, все, кто ко мне приходят работать, я даю свой номер телефона. Если кто-то хоть что-то требует, позвоните мне. Уволю в любой момент. Я хотел просто продолжить вашу мысль. На самом деле, действительно, когда мы находимся уже действительно внутри торговых войн, каждый чиновник, он должен четко понимать, любое его действие должно иметь какой-то результат. Нужно было проводить у Павла 8 проверок. Какова эффективность этих проверок? И те люди, которые принимали решение этих проверок, они должны подтвердить свою эффективность. Но за это уже нет, Володя, уголовного дела. Зато они 8 проверок. А это напрямую за траги продовольственных захватов. Тогда мы посмотрим. Когда стоит вопрос действительно консолидации всего общества, то, что происходит сегодня, общество консолидируется вокруг своего лидера, вокруг президента. 72% поддерживают идею введения этих ответных мер по продовольству. И мне кажется, все, каждый на своем месте должен понимать. Основная задача не ободрать этого бедного предпринимателя, что называется, как липку, а его сохранить. И в этом, мне кажется, очень большой смысл. Важно научиться выживать, не перебивать предпринимательскую инициативу, не бить активным людям по рукам. И, может быть, иногда, Владимир, даже должно быть в нынешние времена право на ошибку. Ведь в советские времена, все помните, у нас был товарищеский суд. Ведь многие люди почему не оказывались за решетку? Потому что их вовремя коллективы... Брал на поруки. Ну, не только брали на поруки, люди понимали, что они совершили ошибку. И вот право на ошибку, на одну ошибку, мне кажется, должен иметь любой человек. Но при этом мы все сегодня должны четко понимать, что кроме нас самих никто эти проблемы решать не будет. И очень важно, чтобы... А чиновнику проще перекинуть поставку от одних людей во Францию, к другим людям в Бразилии, а еще как-нибудь криво договориться, получить откат в карман, взять на другой фирме и пустить через компанию своих там теть, племянников, дядь. То есть Россия. Может, я добавлю к тому, что, говорит Владимир, замечательные слова, я готов аплодировать. И еще хочу сказать... Готов аплодировать. А есть такая, знаете, еще раззавидность чиновников, которые, приходя на заводы, на различные предприятия, говорят так, ну мне же надо как-то тебя наказать, иначе у меня там... Да, вот это дело. Вот я считаю, если с какой-то трибуны или вот с парламентской трибуны будут часто об этом говорить, что это ложное понимание, это формализм, за это надо людей судить, за то, что они, приходя с проверками, выступают в роли государства, а не из себя и из государства. А если что, смотреть, на каких машинах они приезжают на эти проекты? Да, они говорят, что мне надо тебя обязательно наказать, потому что мой начальник обязательно требует, чтобы тебя обязательно наказал. Я говорю, не смеши, беги, попей чай, давай поговорим, беги домой. Я позвоню ему и скажу, что не надо. Вот конкретно вот его наказатель меня. И я хочу продолжить слова Владимира и сказать, что действительно сейчас замечательное время для того, чтобы многим людям, в том числе и чиновникам, уходить из чиновничьего бизнеса, идти в предпринимательство. Невыгодно. Володь, ну пускай попробуют, но вдохновить их надо. Это неплохое время. Время неплохое, но так сладко. Я хочу ремарку маленькую сказать по поводу препонов и административных барьеров. У нас был пожарный год, страшный год, да, десятый. Когда никакие административные барьеры не помешали, за несколько месяцев отстроиться практически по всей стране, множество регионов пострадало. Построились и в зиму вошли в своих домах, новых домах построенных. Мало того, проложили асфальтированные дороги, провели интернет, телефон. Я просто расскажу случай, когда бабушка бедная защищала свой дом от пожара, да, всяческими способами. Потом, когда увидела, что понастроили тем, кто сгорел, она, говорит, плакала, говорит, зачем, говорит, я его защищала. Но я про что хотел сказать. Несколько месяцев, никакие разрешения на строительство, отводы земли, ничто не помешало, волевое решение, все было решено. Вот нам надо сегодня принять такое же волевое решение, как и с Крымом в том числе, для того, чтобы сельское хозяйство отечественное дало рывок. Может ли оно обеспечить? Может. Я вам просто пример. Последние годы огромная финансовая поддержка государственная, привлечение огромных инвестиций, современнейшие технологии сегодня. Вот, Вадим, он не даст сказать неправду. То есть сегодня реально мы производим по самым лучшим технологиям, по качеству наша продукция. А вы это сами едите, что ли? Конечно. На этом плане, что вы все съедаете или что-то доходит до магазинов? Я просто хочу, чтобы люди это не с экрана телевизора слышали, а приходя в магазин и видели полки. Сделано в России. Вот нам часто говорят про Соединенные Штаты. Я помню, как во время войны в Заливе не так себя повели французы. И у американцев была на это бешеная реакция. Они перестали пить французское вино. Исчезло понятие French fries. Они стали называться Patriot fries. То есть они стали говорить, мы откажемся от французского, мы не будем. И у них был тогда гигантский всюду призыв покупать российские товары. Но для цели российские товары должны соответствовать, должно быть не стыдно. Владимир, я вам приведу примеры. Мы вот пока только нарицательно говорим о чиновниках, хотя вот вы сами подтвердили, что пример Владимира Сергеевича это положительный пример. А вы рассказали про Минпром, это отрицательно. Ну, есть разные примеры. Если мы приедем во Владимирскую область, то вот Орлова, став губернатором, первое, что начала, это акцию покупая Владимирская. Но не просто призывая покупать, а поддерживая своего регионального производителя. Если вы поедете в Курган, то вы увидите, что там уже есть своя марка качества, и потребитель знает, что вот этой марке он доверяет, что это уже объединение предпринимателей региональных, которые дорожат своей репутацией, живут в регионе, их все знают, обеспечивают качество. Поэтому сейчас такое время, когда, наверное, каждому на своей позиции нужно осмыслить свое личное участие и роль в том положении, в котором находится Россия. Мы должны не только остаться сильными, а мы должны подняться выше и стать еще сильнее. А кто, я согласен, теперь простые вопросы, а за цену кто ответит? Я хочу понять, люди зашли в магазин, если они увидели, что нам по телевизору говорят одно, а цены в магазине вырастут, они скажут, спасибо большое. Владимир, можно я вам напомню, вот 2008 год, вы помните гречку? Боже мой, какая истерика была про эту гречку? У меня Жириновский угадывал, как в передачах, вот что, где, когда. Он пытался угадать, не угадал. Цены на гречку не угадал. Активно выросли цены, оказалось, что гречки полным-полно, как и говорил Минсельхоз, что она была, есть и будет. Но вообще вопрос информационной политики, он очень важен, потому что я помню, в этот период вот такого ажиотажа был эфир на пятом канале, мы обсуждаем, и вдруг, это было в преддверии Нового года, ведущая говорит, а вот говорят, что и на майонез цена выросли. Я говорю, ну, все производители вас должны поблагодарить, потому что желая, а не въезд, значит, все, может быть, вы в доле, потому что пропагандируете это. Не нужно нагонять истерику, нет повода, я согласна, к тому, чтобы цены росли. Задача производителя и задача руководителей к тому, чтобы взаимодействовать, решить эти проблемы очень быстро. Я все-таки поддержу эту идею, что повода действительно нет, и очень многое изменилось и сделано за последние годы. Я что только хочу отметить, вот в продолжении к словам коллег. В Челябинской области второе или третье место занимает по производству мяса птиц. И одна крупная фабрика в Челябинской области, вы спросили, где тот самый российский товар качественный, на треть простаивает на сегодняшний день. В Тульской области, к слову, у нас две птицефабрики стоят на сегодняшний день. Почему? Потому что сети, которые смотрят за своим собственным интересом, ищут товар взять у того, кто готов предоставлять им отсрочку платежа, который они выставляют условия. Не совсем в Тульской области по-другому. Один пример – это неправильное хозяйственное, когда вместо того, чтобы вкладывать в производство, вкладывали строительство офисов. А второй случай – это случай, вы помните, когда у нас некоторые депутаты Госдумы цыплят на улице, помните, поливали водой. Я как в Тулях еще призываю инвестировать в Тульской области. Да, и цыплята эти умирали. Это вот, к сожалению, вот в отношении таких людей должна быть действительно, в том числе и уголовная ответственность. И вот эта фабрика, к сожалению, была закрыта по вине этого коллеги. Ну, не буду называть его. Есть хорошая программа поддержки в Тульской области. А почему не называть человек виновен? Надо называть чисто снято. Во фракции «Справедливая Россия» не у нас. А касательно регулирования, о котором идет речь, вот буквально сегодня разговаривали с одним нашим производителем, крупнейшим сехозпроизводителем в Ростовской области. Росавтодорегулирование новый, значит, у них пошел по кругу по всем сехозпроизводителям. Мы говорили уже о зарубежных тракторах, но трактористы у нас пока еще свои. Так вот, на пять трактористов ему предлагают содержать свой медпункт, своего врача штатного, в обязательном порядке, поставить на все эти трактора GPS-датчики. А тайские массажистки не нужны? Речь шла, но, по-моему, о филипинке. Не, ну, знаете, так же меня одел, я был в Мурманске, говорил там с людьми местными, они говорят, слушай, наши рыбаки, наши мастера ловят, зайти в наш порт не могут. Наши законы такие, что мы идем в Норвегию, там все сдаем, там работаем, и все правда, в Владивосток то же самое. Но сейчас пришел молодой, способный управленец, возглавил это направление, там Илья Шестаков, но он пытается как-то изменить, ему же надо помочь. Потому что, получается, мы свою рыбу ловим и закупаем ее у Норвегии. И производим ее. Мы ее закупаем и у Китая, получается, да? Опять же, вопрос, Володя, крутится вокруг одного, вокруг понимания чиновникам собственного предназначения. Я для того, чтобы вредить, у него никакой ответственности нет, у любого, мы же говорим не только о Москве, мы говорим от Владивостока до Калининграда, до Мурманска. Чиновник везде одинаковый. Почему? Значит, он не слышит какого-то сигнала влажного. Давайте все-таки разделим. Чиновники, их счастье, есть разные. Я не обобщаю, я говорю о подходе. Есть такое печальное наследие советских времен. Да, да, да. Это же не советских, постсоветских времен. В советское время там были люди, которые понимали. Я не обязан тебе помогать. Если чиновник какую бы палку в колесо вставил, какому-нибудь совхозу, только он сразу бы вылетел со своей ноги. Для них главное для чиновников в советское время было производство сельхоз и любой продукции. Это было главное. В регионах, вот сейчас так и есть. В регионах, допустим, министры сельского хозяйства бьются за своих... Я могу сказать про Красноярский край. Вот, допустим, наш министр, ну, я сам живу там в Москве, но у меня есть большое хозяйство в Красноярском крае. Министр бьется, как и губернатор. С кем он бьется, скажите? Он бьется за то, чтобы у нас были субсидии. Он бьется за то, чтобы мы увеличивали свой поголовник. То есть министр финансов он бьется? Нет, я не говорю про министр финансов. Министр финансов бьется с московским министр финансов. С кем же бьется министр? — Это кто же министр-то мешает? — Да, вот кто? — У нас есть кто-то тайный, который всем мешает. Давайте уже его найдем. — За то, чтобы хозяйство увеличивали свое поголовье, молоко. — Знаете, идеальный вариант биться — это не мешать. — Надо отказаться от палок и галок и работать всем на результат. И чиновники тоже. Поверьте мне, чиновники разные. Просто сейчас как раз очень важное время, когда нужно всем четко понимать. Если раньше ты мог где-то, так сказать, не принимать участие и, условно говоря, самоотстраниться от решения проблемы, сегодня нужно решать эту проблему. И просто этим нужно заниматься каждый день. — Работать, работать и работать. — В глобальном мире, к сожалению, в котором никто не отменял права силы, и мы имеем возможность это наблюдать, совершенно очевидно, что важнейшим конкурентным преимуществом будет мотивация общества. Поэтому вот та консолидация общества, которая сегодня есть, она, безусловно, должна быть направлена на созидание. И на сопричастность к судьбе своей страны. Не просто на критику, не просто на наблюдение и хотелки, извините, а на то, чтобы каждому действовать в пользу обществу и в пользу государства. Мы только тогда можем победить в этой конкуренции глобально и быть сильными. — Великое выражение. — Не спрашивай, что страна может сделать, скажи, что ты можешь сделать для своей страны. — Это я сказал, как известно, не наш президент. — Ну ничего страшного. — Но это же мудрость России. — И брать международный опыт и использовать. — Вот у нас международный опыт, пару слов. Все-таки пока еще Россия не ввела эмбарго на импорт специалистов. И есть очень хороший опыт той же самой Испании, потребительская кооперация в стране Басков. — Басков, да, это уже другая проблема. — Там беру жди, там уберут. — Действительно, я хочу вам всем пожелать, чтобы это была государственная программа сейчас, чтобы она не уткнулась в эту проблему коррупции. Она не только российская проблема, это есть в Латвии, это мы знаем, что там творится на Украине. Только что в Испании громадный скандал с банковскими счетами руководителя Каталонии. Всюду это есть, но оно есть, и с этим надо бороться, и есть методы, но китайцы самым радикальным образом. Но нужно, чтобы это была, я вам хочу пожелать, чтобы это действительно была программа сейчас всей страны. И сделана она была для того, чтобы страна была независимой, действительно обеспечивала себя полностью абсолютно продовольствием, лекарствами, другими стратегическими продуктами. — Я хочу добавить сказать, что в России есть огромное количество молодых людей, возрасте людей, в которых заложены огромные таланты, огромное количество людей, которые готовы себя реализовать и приносить пользу обществу. И если правительство, чиновники, да и просто люди, просто предприниматели опытом, советом, вот то, что сказал Владимир, дадут людям возможность проявить себя, то в принципе мы действительно, ваши пожелания воплотим в жизнь, мы перестанем от многих зависеть. И сами будем поставлять продовольствие, как это делали раньше, на все рынки Европы. — Ну это принципиально важный вопрос, при этом вопрос не только политической воли, но политической воли на создание новых институтов, которые дадут возможность стране развиваться, изменя отношения к людям, которые своим трудом, своей активностью создают уникальные продукты и необходимые возможности для существования великой страны. Россия может быть либо великой, либо никакой. Это надо очень четко понимать. Спасибо всем, кто досмотрел программу, несмотря на позднее время. Спокойной ночи. С вами был Владимир Соловьев. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok